И американцы этим конфликтом управляют. Президент органом власти не является. Поэтому да, он координатор, но координатор не имеет права власти как бы приказывать, формировать их позицию. Он может высказывать свое мнение, что он и делает в указах, на совещаниях и так далее. Но дело власти, властей слушать это мнение или не слушать. Сегодня слушают, завтра не слушают. И соответственно координатор это всегда компромисс. То есть необходимо договариваться. А договариваться, да еще и с властями, это означает идти у них на поводу. То есть он не может переломить, допустим, решения властей, если власти какие-то решения проводят, то что называется жестко и целенаправленно. Причем сами власти по Российской Конституции подчиняются внешнему фактору. Однополярный центр власти это однополярный центр власти для властей. То есть для парламента Российской Федерации, прописанной в 15 статье Конституции. Для суда Российской Федерации описано постановление номер 5 2003 года Пременного Верховного Суда. И для исполнительной власти в законе о правительстве, где верховенство, опять же, общепризнанных принципами норм иностранного международного права. То есть этот механизм, реальным управлением нашими властями занимаются международные органы, которыми в свою очередь командует Соединенные Штаты Америки как государственная машина. То есть департамент, правительство, ЦРУ, президент и так далее. Вот как работает механизм власти. Продолжение следует...